Медицинская робототехника Функции которых являются разведка местности, разведка путей прохода, поиск пострадавших, предварительный поиск пострадавших, которые в дальнейшем будут вестись указанной робототехникой. То есть двуногие и четырехногие разбирают завалы, переносят пострадавших в некую капсулу, которую еще предстоит разработать. Роботы используются по всему миру во всех сферах человеческой деятельности. В КФУ помимо роботов-медиков разрабатывается и промышленная робототехника. Они могут заниматься сваркой, покраской, сборкой механизмов, не мешая при этом человеку. Ведь роботы уже давно способны взаимодействовать с людьми, чувствовать их приближение и корректировать свое движение относительно человека. Стойте на месте. Видите, он почувствовал вас как препятствие. Хотя роботы очень часто напоминают нам человека, им приходится изучать все досконально и точно. Например, простое передвижение, которое мы делаем каждый день, не задумываясь, для роботов непростая задача. Робот-андроид AR600, которого студенты по-доброму называют Аркашей, пока только учатся держать равновесие. Сотрудники лаборатории Казанского университета прилагают массу усилий для того, чтобы научить полутораметрового металлического человечка свободно ходить, удерживая равновесие. В свои полтора года Аркаша делает примерно то же, что и ребенок в его возрасте. Пока ученые работают над созданием алгоритмов для планирования работы роботов, студенты и школьники отрабатывают свои навыки программного управления андроидами на тренажерах и 3D-моделях. Сегодня роботы различают жесты и человеческие голоса. Завтра они научатся понимать наши мысли и желания. Как признаются ученые, эту эволюцию уже не остановить. Хотим мы этого или нет? Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универньюс.